Коронавирус-инфекция, название которой за последние три года плотно укоренилось в нашем обиходе, болезнь, которая многие семьи сделала несчастными. За считанные месяцы она разлетелась по всему миру и добралась до каждой страны. Альфа, бета, гамма, дельта, штаммы коронавируса, которые уже отгремели, и вот появилась сравнительно новая мутация – омикрон. В Беларуси, в городе Бресте в частности, наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние три календарных недели число обращений людей с недомоганиями возросло на 60%. Если раньше инфекция поражала в основном пожилых людей, то новый штамм переключился на детей. Мы, собственно говоря, и прогнозировали этот подъем. Каникулы школьные окончились, дети пошли учиться, активно общаются. Кроме того, конечно, вносит свой вклад и штамм омикрон коронавируса, который более контагиозен, то есть более заразен, чем предыдущий вирус дельта, штамм коронавируса. Поэтому, конечно, мы видим это по цифрам, эти приросты. Что еще можно сказать про омикрон? Что он более все-таки пока легче протекает, чем дельта. Это выражается в том, что основная нагрузка идет на амбулаторно-поликлиническое звено, то есть на поликлинике, чем на больничное звено. Госпитализация ниже, чем при дельта-штаммах. Симптомы омикрона типичны для острой респираторной вирусной инфекции. Пока не существует научных данных об особенностях симптоматики нового штамма. Поэтому отличить омикрон по его проявлениям от другой мутации коронавируса невозможно. Основные симптомы типичны для острой респираторной вирусной инфекции. То есть это температура может быть и невысокая, там 37,2 субфибрильная так называемая, першение в горле, насморк, кашель. Даже не всегда намного реже, чем при дельта-штамме. Такие симптомы. Поэтому, конечно, диагноз поставить, однозначно, что это коронавирус, можно только при проведении лабораторных исследований. По клинической картине достаточно трудно судить. В то же время в Бресте продолжается активная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. На вооружении брестских врачей стоят две вакцины. Российский спутник Лайт и китайская Вероселл. Сегодня привито уже 60% населения всей области. А это более 780 тысяч человек. 580 тысяч прошли полный курс, а 38 тысяч ревакцинировались. В первую очередь это, конечно, люди, которые переболели и через полгода они ревакцинируются. И люди, которые имеют высокий риск тяжелых последствий или заражения. То есть это имеющие хронические заболевания, принимающие какие-то иммуносуперсильные лекарства. Люди старше 60 лет. Ну и по сфере деятельности это медицинские работники, конечно, в первую очередь. И работники социальных учреждений, обслуживающих население. Но все же новый штамм коронавируса Omicron называют детским не просто так. В отличие от своих предшественников, он активно заражает подростков. Поэтому с 27 декабря в Белоруссии, в частности в городе Надбугом, началась кампания по вакцинации детей от 12 лет. В области за месяц привита вакциной Виросел уже порядка 7 тысяч несовершеннолетних. Хочется отметить, что детское население этого возраста мы, конечно, прививаем только после получения письменного согласия родителей. Кроме того, чтобы меньше дети посещали поликлиники, где сейчас наплыв заболевших, организовывается вакцинация детей в школах, в медицинских кабинетах. Приезжает выездная прививочная бригада с доктором, которая осматривает их. И при наличии письменного согласия родителей ребенок прививается. И так как основной вклад, конечно, в эту заболеваемость вносят дети, считается вообще штамм Omicron пока что больше детский штамм, то, конечно, вопрос стоит о том, чтобы все-таки родители, ответственно, подошли к решению вопроса, прививать своего ребенка или нет. У многих людей возникает вопрос, когда же пандемия закончится. Брестские специалисты говорят, что гадать, когда все стихнет, неправильно. Нужно вакцинироваться и тем самым противостоять вирусу. Тогда его обязательно получится победить. А пока о спаде говорить рано. О спаде речи пока вообще не идет, потому что мы пока что очень стремительно, даже по сравнению с предыдущими нашими волнами, даже с дельта-штаммом, который давал такие тяжелые последствия, мы набираем в разы быстрее, чем раньше. То есть раньше мы поднимались, подъем где-то понедельно у нас был 10-15-20% мы прибавляли, то вот за истекший период мы прибавили резко 60%. Это только где-то третья неделя, как мы начали расти. Поэтому мы еще только набираем. Тем не менее, если люди будут относиться ответственно к своему здоровью и окружающих, то волну удастся сбить. Ведь именно обычные меры предосторожности, маски, перчатки и наличие вакцины не дает вируса распространяться. Очень важно понимать, что если человек заболел, то он ставит под угрозу здоровье своих родных и близких. Будьте осторожны. Александр Богданович, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.